По поводу настройки OpenHub. Сейчас я нахожусь на странице редактирования кода. Сейчас покажу, что я делаю. На всякий случай я сохраню то, что я делал. Смотрите, я редактирую плату реле. Плата реле номер 2. Она имеет адрес 192.168.15, поэтому 15 для справки. Вот, то есть вот это у меня список всех компонентов, которые у меня есть. Всех модулей, точнее, things называется, вещи, если уж дословно переводить. Но как бы по смыслу это устройство. То есть это логические блоки, у которых есть каналы, по которым происходит взаимодействие с этим устройством. Значит, вот эта плата реле. Тут не написано пока, где она стоит. Понятно, что это... То есть тип у нее HTTP URL thing. В данном случае это означает, что взаимодействие с ней идет по протоколу HTTP. То есть по такому совсем нетипичному для умного дома протоколу. То есть можно подключать, в принципе, все, что угодно. Ну, здесь вот, собственно, написано базовый URL. И, значит, ну, тут много еще всяких параметров. Что-то почему-то у меня тут окошки всплывают. А, тут юзернейм и пароль. Юзернейм тут указан. Давайте я тоже уберу. Пароля тут нет. Не требуется. Но там, к сожалению, в этой конфигурации пароль указывается прямо в запросе. Вот. Аппликейшн. Контент-тайп. Аппликейшн. Джейсон. Это важный компонент. То, что мы будем получать оттуда Джейсон. Всякий раз не забываем нажать кнопку сейф. Она находится в правом верхнем углу. Я сделал на весь экран. Но, как бы, слишком большой, наверное, экран для такой задачи. Так. Ну, и каналы. Собственно говоря, вот здесь можно создавать каналы. Можно создавать их вручную. Ради интереса я вот сейчас, например, канал 2.6 создам вручную. Так. Секундочку. Создам я его вручную. Разбежался. MySwitch25. Значит, MySwitch26. Название просто, чтобы у нас это все было системно. Почему я делаю такие названия? Ох, тут у меня... Поменяем. То есть, почему такие странные названия? Ну, так сложилось. Я это перетаскиваю от конфигурации, которая мне тянет с OpenHub 1.3. Ну, и, собственно, поэтому, чтобы потом правило было проще перетаскивать, я стараюсь название переменных сохранять. То есть, вот мы сейчас 26-й свитч, у него у 26-го есть вот описание. 2.6, водосток, запад. То есть, это маленькая релюшка. Она включает пусковое реле, которое уже включает большую нагрузку. Вот. То есть, это свитч, то есть, это переключатель. Дальше, дальше, дальше. Тут нужно добавлять много всего всякого. Так, ну, давайте onValue. Тут у нас есть такая специфика, что on, это когда включено у нас, там передается единичкой. Off передается нулем. Так, преобразование состояния. Здесь у нас должен быть JSON-Path. Ой. Да что ж такое. JSON-Path.$.V. То есть, вот эта плата, она всего же передает параметром V. Вот так. Command-Line Translation не помню. Command-Transformation вроде бы нету. То есть, вот нам состояние нужно прочитать. Но вот у нас, когда я нажал Advanced, появились State URL Extension и Command URL Extension. То есть, там мы, на предыдущем экране мы задали у всего, как бы у всей этой вещи базовый URL. А теперь мы будем к нему добавлять дополнительные вещи. Ну, то есть, вот посмотрим, как вот это выглядит вот здесь. Вот эта строка. Я специально возьму самую последнюю. Ну, что ж такое-то. Вот. Это у нас состояние считывается. Дальше тут параметр тайм-аута. Насколько я помню, вот эти 30 тысяч. Он нам совершенно не нужен. Вот. То есть, соответственно, State это у нас вот такая. Вот вещь, видите? Аc это пароль прям в открытом виде. Это ужасно. Надо когда-нибудь его поменять. Да. А вот этот Relays-то ведь у нас там был. То есть, я скопировал слишком много. Соответственно, этот Relays надо убрать. Остается только циферка 6. То есть, вторая плата 6-ой реле. Ну, и в качестве команды ставим сюда, добавляем Value. Равно. И вот это вот то, с чем я вчера голову очень долго ломал. И сейчас до сих пор боюсь ошибиться. По-моему, там пишется процент 2 доллар S. Процент 2 доллар S. Это формат. Это до сих пор не докопался вот откуда это берется. Ну, в общем, смысл в том, что вот здесь в значении Value будет подставлено вот это вот OnOfValue, которое у меня задано, подставлено в виде символа. В виде, ну, там, значит, именно как. То есть, сформируется URL. С двумя словами. То есть, сформируется URL, будет вставлен именно символ. Не цифра. Вот так. Ну, все. Создаем. Вот появился водосток. Да. Но вот, видите, создавать так это все достаточно муторно. Поэтому я использую вот такой вот подход, где, собственно говоря, можно все это делать массово, обычным копипейстом. Ну, на всякий случай заодно проверим. State Extension, JSON Pass. Да, я не ошибся. Видите, вот в других случаях тоже такие же вот, такие же у меня стоят параметры. Тут последовательность не столь принципиальна. Так. Ну, что? В принципе, все в порядке. Можно продолжать. То есть, для того, чтобы продолжить, я просто в самом низу удаляю лишние символы. Беру вот этот блок. Ну, например, вот этот же, последний, который был сделан. Сюда его копипейст. Меняю циферку на следующую. 7. Соответственно, везде ставим 7. Идем подсматривать название. Название у 7-го водосток запад. Ну, чтобы буфер не ломать, я, значит... Так, секундочку. 2.7 водосток север. Да, запад у нас уже 2.6. Вот я и смотрю одинаково. Значит, здесь просто пишем север. Вот. Ну, и в таком же духе, соответственно, можно продолжать дальше. Я сейчас еще один сделаю. И перейду уже к полноценному... К тому, как довести это все дело до ума. Тут тоже меняю везде. Ставлю восьмерочку. Так, восьмерочку. Смотрим, как эта восьмерочка называется. Это водосток-крыльцо. Водосток-крыльцо. То есть, это подогрев водостоков у меня. Пока этого достаточно. Записываю. Возвращаюсь к разделу Things. Ну, тут... Да, зачем я сюда вернулся? Мне в Channel надо было. То есть, в каналы. Смотрите, какая штука. Вот, например, у трошера в моем кабинете уже заведен айтем, заведен элемент управления. Если в него зайти, то вот у него есть там включить-выключить. Если нажать кнопочку Analyze, то тут показано, когда этот трошер был включен-выключен, да. Состояние меняется. Ну, так как я вчера вечером только настроил, то, соответственно, тут ни о чем не говорит. Можно его включить. Вот у меня трошер зажегся. Выключить. Вот. То есть, это все работает. Команды передаются. Вчера я долго мучился. Даже в отладке смотрел, какие команды передаются. Все нормально работает. Окей. С трошером у него есть айтем. Давайте добавим у эркера правую розетку. Ну, тут ничего, к сожалению, не будет видно. Добавить айтем. Что я сделал? Я из старой системы, чтобы не перебивать все заново, там всякие иконки, да чего-то там много всякой ерунды, я использую существующий. Вот. 2-1. То есть, для чего я это все делал? Ну, для того, чтобы просто это было проще подтянуть из старого конфига. К сожалению, полностью автоматическое не получилось. Ну, вот все. Я, то есть, линкую этот канал, по которому идут команды, с элементом управления. Все, нажимаю линк. Вот у меня появляется эркер правая розетка. Он сейчас выключен. Ну, в общем, ничего там нету. Он используется в автоматизации, в новогодней иллюминации. Там включаются гирлянды на елке разные. Вот. Ну, и таким образом можно дальше. То есть, можно, если что, вот конфигурировать здесь выбранный канал. Ну, нам это сейчас не интересно. То есть, все и так работает. То есть, можно вот здесь его набивать. Да, кстати, ради интереса, давайте посмотрим те каналы, которые мы делали в Джейсоне. Вот, водостоп-крыльцо. Мы делали его в Джейсоне. Ради интереса. Ну, значит, снова. Это у нас 2.8. Удобно в поиске. Сразу находить, искать. И все, линк. Вот, 2.8-крыльцо. Вот, все сразу появилось. Можно здесь нажать настройка канала. Видите, тоже все есть. То, что я там копировал в Ямле. Вот оно все тут прекрасно в графическом. То есть, вот в таком в менюшном виде показывается. Так, ну, это я сохраню. Все остальное, в общем, по аналогии. Все.